27 мая 2010 года сотрудники КНБ и полиции организовали провокацию против Айдоса Садыкова. Переодетый в гражданское провокатор старший лейтенант полиции Мусенов попытался спровоцировать драку и обвинить руководителя Басе в грабеже. Провокация не удалась, телефон не удалось засунуть в карман, да и мы успели подъехать и зафиксировать инцидент на видео. Тем не менее, на основании показаний комитетчиков и агентуры властям тогда удалось осудить Айдоса Садыкова к двум годам лишения свободы. Два года тюрьмы за провокацию, за то, что человек занимался оппозиционной деятельностью, организовывал митинги и забастовки. После выхода на свободу Айдос Садыков обратился с жалобой в Комитет по правам человека при организации объединенных наций. И вот спустя шесть лет после подачи жалобы Комитет по правам человека ООН принял решение в нашу пользу. В решении Комитета по правам человека сказано, что в ходе следствия и суда права на защиту были нарушены. КПЧ ООН считает, что были нарушены и другие пункты пакта о правах человека. Аккорда в очередной раз получила по морде. За эти годы мы узнали многое, узнали многие детали грубой комитетовской провокации. Сегодня впервые мы решили назвать имена некоторых организаторов и исполнителей того заказа. Итак, по нашим данным, заказчиком провокации был руководитель администрации Назарбаева Аслан Мусин. Непосредственным организатором выступил тогдашний Аким Актюбинской области Илюсин Сагиндыков. Дальше вознаграждение исполнителям выплачивал Аким Актюбе, нынешний Аким Кустанайской области Архимед Мухамбетов. По линии МВД исполнителем провокации выступил полковник Ясмаханов. Непосредственно провокацией на месте руководил Ермек Шуканов. По судебной части заказ Мусина исполнили председатель областного суда, ныне заместитель Дарегины Зарбаевой в Сенате Бектас Бекназаров, председатель суда номер 2 города Актюбе Акбулат Курмантаев. Мы уверены, что имена и фамилии сотрудников КНБ, участвовавших в провокации, со временем тоже станут нам известны. Со временем мы расскажем об этом более подробно. Расскажем и о суммах, полученных исполнителями заказа, и о роли в этом деле некоторых так называемых оппозиционеров. После десятка провокаций, возбуждения множества уголовных и административных дел, чтобы посадить Айдоса Садыкова, властям пришлось придумать грубую, совершенно тупую провокацию. Но и она не удалась. Комитет ООН буквально на днях принял решение в нашу пользу и рекомендовал властям Казахстана выплатить компенсацию. Мы еще раз доказали, что в Казахстане нет независимого суда и нет независимого правосудия. Чем больше подобных решений будет приниматься в ООН, тем лучше для всех граждан Казахстана. Диктаторский режим не вечен. Придет время, когда всем этим преступникам в погонах и мантиях придется расплачиваться за свои преступления.